Верхняя челюсть, максиля, парная кость, состоит из тела и четырех отростков. Тело, корпус, максиля, содержит большую воздухоносную пазуху, синус максилярис, которая широким отверстием, хиатус максилярис, открывается в носовую полость. На теле также различают четыре поверхности. Передняя поверхность – фацияс антериа. Внизу она переходит в альвеолярный отросток – процессус альвеоляриус. На нем заметен ряд возвышений – юга альвеолярия. Выше возвышения клыка находится собачья ямка – фоса конина. Вверху передняя поверхность верхней челюсти отграничена от глазничной – нижнеглазничным краем – марга инфраорбиталис. Ниже его заметны нижнеглазничные отверстия – форамон инфраорбиталис. Медиальной границей передней поверхности служит носовая вырезка – инцессура насалис. Носовая поверхность – фацияс назалис. На ней имеется гребень для нижней носовой раковины – кристо-конхалис. Позади лобного отростка заметна слезная борозда – сулькус лакрималис, которая со слезной косточкой и нижней раковиной превращается в слезно-носовой канал – канализ назалакрималис. Гладкая плоская глазничная поверхность – фацияс орбиталис. Вблизи заднего края поверхности начинается нижнеглазничная борозда – сулькус инфраорбиталис, которая кпереди превращается в канализ инфраорбиталис. От нижнеглазничного канала отходят альвеолярные каналы – канализ альвеолярис. Нижневисочная поверхность – фацияс инфратемпоралис. Отделена от передней поверхности посредством скулового отростка – процессу зигоматикус. И несет на себе челюстной бугор – тубер – максилия. Лобный отросток – процессус фронталис. Альвеолярный отросток – процессус альвеолярис. На своем нижнем крае аркус альвеолярис имеет зубные ячейки – альвеоли денталис, которые разделяются перегородками – септа интеральвеолярия. Скуловой отросток – процессус зигоматикус. Небный отросток – процессус палатинус. В переднем отделе заметны резцовый канал – канализ инцизивус. И небные борозды – сульцы палатине. Продолжение следует...